Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Приветствую всех, кто нас смотрит сегодня в выпуске. Еще вчера торговый, завтра ковидный. В Барнауле начали обустраивать красные зоны на базе магазинов. Запрет на вмененку. 37 тысяч алтайских предпринимателей могут пострадать. Тысячи машин в одной квартире. Барнаулец рассказал об уникальной коллекции. С сегодняшнего дня в Алтайском крае официально приостановили оказание плановой медпомощи. Цель ограничений – снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Приостановлена плановая госпитализация пациентов в стационары, за исключением тех, кому отсрочка может грозить ухудшением здоровья и угрожать жизни. Плановые приемы в поликлиниках регионных также приостановлены. Принимать готовы лишь тех, чье здоровье не требует отсрочки больных с хроническим обострением, травмами. Консультировать и вакцинировать детей пока не будут, впрочем, как и проводить диспансеризацию населения. Исключение – дети первого года жизни. Главные врачи поликлиник должны увеличить количество бригад для оказания экстренной и неотложной помощи на дому, а также обеспечить дистанционное наблюдение за пациентами групп риска. Главные врачи поликлиник по возможности должны обеспечить также дистанционную выписку лекарств и доставку их на дом для льготников. Министерство здравоохранения России проверит, как в Алтайском крае выстроена работа по борьбе с коронавирусом. Накануне представители федерального ведомства прибыли в Барнаул и уже встретились с министром здравоохранения региона Дмитрием Поповым. В Крыво столице и в районах чиновники посетят несколько ковидных госпиталей, дадут некие консультации врачам. На рабочем совещании Дмитрий Попов рассказал о катастрофической нехватке койко-мест для больных коронавируса. Сегодня в регионе работает 27 госпиталей с красной зоной, развернуты более 5000 коек, но ковидные стационары уже заполнены на 90%, и власти вынуждены открывать ковидные госпитали на базе немедицинских организаций. Добавим, что сейчас лечат ковидных пациентов более 6000 медиков, на передовой трудятся даже студенты медколледжа, А больных становится все больше. Только по официальной статистике в Крае за сутки выявили 214 новых случаев заражения. Умерло 11 ковидных пациентов. 414 человек находятся в тяжелом состоянии. 149 из них подключены к аппарату ИВЛ. Кстати, инфекционный госпиталь на базе Краевой больницы скорой помощи принял уже более 150 пациентов с ковид-19. Напомним, красную зону здесь открыли 12 октября. А между тем, власти Края и Барнаула рассматривают несколько вариантов для разворачивания новых ковидных госпиталей в Краевой столице. Об этом стало известно сегодня на совещании рабочей группы, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавил мэр города Вячеслав Франк. В приоритете торговый центр «Геомаркет». Площади этого объекта позволяют создать порядка 600 больничных коек. Но не исключено, что в дальнейшем ковидные госпитали появятся и в других, далеко не медицинских объектах Барнаула. Подробности в сюжете Анастасии Дороган. Госпиталь в торговом центре, что в промзоне города. Пока еще звучит нереально, но другого выхода, говорят, власти нет. Тяжелых больных в Барнауле с каждым днем все больше, а все крупные больницы уже перепрофилированы для лечения ковидных пациентов. Нужны новые объекты, и с одним из них уже почти определились. Медучреждением может стать торгово-офисный центр «Геомаркет». По предварительным прикидкам потребуется примерно около 100 миллионов с учетом аренды, с учетом приобретения туда медицинской всякой мебели, инвентаря, приспособлений. Ну если такое бедственное положение, а почему бы нет? Ну вообще-то, конечно, маленько я не понимаю. Производственные окна, конечно, на высоте. В 2005-м, когда строили «Геомаркет», пандемии, конечно, даже мысли не было. Впрочем, этому объекту и без того было непросто на рынке. Здание выставляли на продажу, объявления об аренде актуальны много лет. «Геомаркет» сейчас – это офисы и отделы мебели. Несколько десятков арендаторов, есть пустующее пространство. Некоторые съезжают, но не из-за госпиталя. Другие готовы к приезду. Надо. Такая ситуация. Лично мое мнение, мне просто бы не хотелось бы напрямую контактировать с людьми. Если это будет отдельный вход, то ли как-то тогда, ну... Сегодня в мэрии решали, как практически в полевых условиях оперативно создать мега-госпиталь. Усилить систему вентиляции, провести дополнительное энергоснабжение, горячую воду и кислород. Несколько сотен ковидных коек в одном месте, но местные жители спокойны. «А мне какая разница? Ну, ковидный. Главное, чтобы не туберкулезный. Абсолютно нет». «Нет паники, чтобы все начали бояться. Кто боится его, в принципе, не особо это вижу. Он ходит без маски, человек вообще ничего не боится». Впрочем, эксперты не исключают и создание дополнительных ковидных госпиталей в будущем. Сегодня рабочая группа объехала несколько адресов. Рассматривали даже помещения заводов и спортобъектов. Пока запасной вариант – ТЦ в индустриальном районе на пересечении Балтейска и Шумакова. Сегодня «Алтайграждан проекта» должен разработать документ планировки будущего госпиталя. Через два дня – инженерный проект. Строительными работами займется Владимир Отмашкин и СК «Союз». Координировать работу будет специальная рабочая группа, которой губернатор попросил заняться мэра Барнаула Вячеслава Франка. В сжатые сроки группе надо найти и с учетом всех требований подготовить здание под большой ковидный госпиталь. Это мы делаем надолго, и в том числе для того, чтобы в случае возможности какие-то учреждения здравоохранения возвращать к их профильной деятельности. Строители, проектировщики, финансисты, врачи и другие специалисты, которым предстоит на практике переустраивать торговый объект в медицинский, сходятся во мнении – работа сложная, но ее предстоит выполнять быстро и сообща, ведь на кону жизни людей. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Александр Андропов. День с толком. Все койки для ковидных больных заняты в краевом кардиоцентре. На базе диспансера развернули красную зону на 53 места и 13 реанимационных коек. Туда попадают пациенты, у которых одновременно обнаруживают острый коронарный синдром и коронавирус. Для этого в центр закупили экспресс-тесты на COVID-19. Теперь потоки пациентов диспансера разделили на чистую и красную зону. Надо сказать, что люди с сердечными и онкологическими заболеваниями, а также с диабетом сейчас в особой группе риска. Были случаи, когда к нам привозили больных по тяжести состояния, которых не требовалась кардиологическая помощь. Но пациент требовалась экстренная помощь по ковидному профилю, тяжелое пневмония. Мы брали таких пациентов, потому что больной не должен быть оставлен был, куда-то еще транспортироваться, ехать в скорой помощи. Еще до приостановления плановой медпомощи в кардиоцентре максимально перевели пациентов на систему онлайн-консультаций. Если пациенту все же необходима консультация в самом центре и при входе в кардиоцентр у него обнаруживают температуру, человека отправляют в фильтр кабинет, где его уже осматривает врач на глаз. Если ковид исключен, пациент отправляется в чистую зону. А температура – это не признак болезни? Это признак болезни. А если человек уже попал сюда с температурой, то? Доктор уже индивидуально с каждым пациентом решает, что дальше делать. А какие признаки служат для того, чтобы засомневаться, есть ли у него ковид или нет? Если у него какие-то признаки именно ковида, симптомы ковида. Одышка, температура. К другим темам. Ирину Долгову отправили под домашний арест. В ближайший месяц бывшая зампредправительства края проведет дома. Напомним, в августе губернатор Томенко принял ее отставку. А уже 17 сентября Следственный комитет возбудил в отношении Долговой уголовное дело. По предварительным данным, экс-чиновница за счет бюджета обеспечивала дорогостоящим лекарством своего знакомого. А теперь о других громких уголовных делах. Предположительно, в ближайшие три недели состоится заседание суда по делу женщины, которая, будучи за рулем пьяной, насмерть сбила шестилетнего мальчика в Новоалтайске. Об этом нам сообщили в городском суде. Не дошли пока до суда два других резонансных дела. Речь идет о драке на Старом базаре, в котором Михаил Старцев одним ударом убил Павла Рохлова. Также пока на стадии расследования находится дело о смерти семьи в номере турбазы «Глобус» в Алтайском районе. По предварительным данным, все члены семьи отравились выхлопами от дизельного генератора. Он находился прямо под комнатой. Бийский маньяк пойман. В Наукограде задержали мужчину, который совершил нападение с ножом на двух девушек. Вечером 18 октября этого года в районе улиц Васильевой Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия. И два удара в грудь живут ее подруги. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя, проезжавшего мимо автомобиля. В настоящее время она находится в медицинском учреждении. Сейчас преступник задержан. На его поимку у следователя ушла неделя. Убийца оказался безработный 32 лет, без определенного места жительства. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас следствие продолжается. Задержанному будет предъявлено обвинение по статье «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц». 37 тысяч алтайских предпринимателей могут оказаться на коленях. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. А это значит, что отчисления в налоговую службу, считает малый бизнес, вырастут в пять раз. В результате часть предпринимателей будет вынуждена уйти с рынка, другая поднять цену на товар. Продолжит тему Валентина Аскерова. Колбасы, мясо, рыба, овощи и фрукты пока еще по доступным ценам. Но со следующего года цена на них резко поползет вверх. Причина – табу на налоговый спецрежим, именуемый в народе вмененкой. Его платят раз в три месяца. «Платила 11 тысяч рублей, то сейчас я буду платить 62 тысячи раз в квартал. Это дело в том, что это будет все отражаться на людях. То есть, соответственно, для того, чтобы нам хоть какие-то деньги оставались, когда мы работаем сами на себя, нам нужно будет это поднять сцены». А под ним вот покупатель, который и так делает выбор в пользу крупных сетей, вообще перестанет заглядывать в небольшие продуктовые точки, считают представители малого бизнеса. «Сейчас я плачу в квартал 10 тысяч. А по новым законам, по новым, как вот выберут, 1040 мы будем платить». «Насколько это подъемная сумма для вас?» «Ну, для меня она неподъемная. Мне придется, наверное, отказаться от продавца и стоять самой за прилавком. Я и так сама работаю, но еще у меня есть помощник-продавец. Скорее всего, мне придется ее уволить. Многие предприниматели не выдержат и закроются». «Многие предприниматели привыкли к этому налогу, который есть. Он понятен, он прозрачен, он легко считается и проверяется». Единый налог на вмененный доход, иначе ЕНВД. Налог фиксированный и понятный. Высчитывается просто. Если торговая точка, то исходя из занимаемой площади. Если грузоперевозки, то исходя из единиц транспорта. Ни НДС, ни налог на прибыль. На вмененки не платят. Но со следующего года акция заканчивается. Мелких торговцев, грузоперевозчиков облагают 6-процентным оброком. От такого решения пострадают 37 тысяч алтайских предпринимателей. «Налоговая нагрузка по указанной системе налогообложения составляет менее 1%. Наверное, это уже на сегодняшний день не соответствует тем реалиям, в которых мы находимся». «Министерство финансов ответило, что оно не считает целесообразным продлять ЕНВД. Он вроде устарел, он морально себя и жил. Хотя, судя по востребованности этого режима, он далеко не исчерпал свои возможности. Он как раз и вводился, если вы помните, в кризисные годы. И он был серьезным подспорьем для предпринимателей». Вводился в кризисные годы, пандемию, тяжелые времена собственно, и забирают бонус. Союз предпринимателей обратился к краевым парламентариям с просьбой не допустить отмены в Миненке. Депутаты пояснили, избежать отмены ЕНВД, скорее всего, не получится. Но можно скорректировать как альтернативу патентный налог. «Мы готовим очень серьезные изменения именно по патентному законодательству и по нулевой ставке. Идут сейчас предложения до трех лет его продлить действие вот этого закона по нулевой ставке и расширить наименование видов деятельности предпринимателей и по патенту, и по нулевой ставке». Может быть, парламентарии расширят списки тех, кто сможет уйти на патент, но избавить их от дополнительных при этом НДС и налога на прибыль вряд ли получится. «Хоть на какой я налог заменю в следующем, то есть с 1 января, там хоть как-то его, ну нереальные это суммы». Алтайские бизнес-объединения, что готовили обращения для краевых депутатов, настоятельно просят последних поддержать их и отстоять интересы малого бизнеса на федеральном уровне. Так уж сложилось, что в нашем крае больше, чем в других регионах предпринимателей, работающих по системе ЕНВД. И сегодня они в зоне риска. «Я боюсь, нас ждет череда закрытий предпринимателей, череда банкротств. То есть объективно налоговая нагрузка вырастет многократно». Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком. Прокуратура заинтересовалась барнаульским долгостроем. Сейчас ведомство проводит проверку на наличие нарушений прав дольщиков. Дом на Ленина 195А до сих пор не сдан в эксплуатацию. В свою очередь застройщик уверяет, в затягивании сроков виноваты судебные приставы, которые мешают строительству. Последние же утверждают, что не мешают достройке высотки. Однако прокуратура указывает, что после нарушения сроков строительства, в первой очереди дома люди все же взыскали застройщика неустойку. Напомним, в минувшие выходные дольщики провели пикет и записали видеообращение с просьбой достроить их жилье главе Чеченской республики. Добавим проверку по данному объекту, проводит также Следственный комитет. Когда благоустройство не дождаться, в селе Санниково Первомайского района уже несколько лет рассчитывают на скорую газификацию. Инфраструктура есть, осталось лишь подключить дома. Но этот этап длится уже более двух лет. Почему разбирался Никита Ермаков? Трубы у дома, но подключать их не планируют уже несколько лет. Газ Санниково – недоступная роскошь. Много людей живут где-то у родителей, где-то снимают квартиры, потому что не сегодня-завтра будет газ, не сегодня-завтра будет газ. Обещали письменные где-то даже по телефону, что обязательно нам пустят газ в этот период отопительный, 2020-2021 год. Но вот сейчас мы опять не знаем, дадут нам его на самом деле или нет. О газификации в Санниково заговорили еще в 2010-м с раздачи участков. В 2013-м люди заплатили по нескольку десятков тысяч за работы, которые начались в 2015-м. В 2018-м газопровод сдали и процесс встал. От долгого ожидания половина жителей уже купила котлы на твердом топливе. Многие из людей уже купили эти котлы, то есть внутренняя есть разводка, то есть у людей стоит два типа системы отопления, да, то есть это газовая и, соответственно, твердотопливная. Поэтому если дадут газ, то вложенные деньги в твердотопливную систему, они просто будут, мягко говоря, выброшены на ветер. В администрации Первомайского района нам пояснили, что газопровод строила одна компания, после ее банкротства вторая, а под управление передали третьей. И последняя выдвинула замечания, которые нужно устранить для запуска газопровода. И по словам специалистов, большинство замечаний на уровне документов. Есть замечания, которые действительно объективные, которые необходимо устранять. Есть, скажем так, надуманные моменты. Если будут сильно опираться, будем менять эксплуатирующую организацию, подгладать газопровод другой эксплуатирующей организации, издавать его. Управляющие компании нам пояснили, что документы на передачу в эксплуатацию они получили только 16 сентября. Дата совпадает с окончанием строительства газопровода. Замечания газопроводу касаются технической части и документов, подтверждающих работоспособность сети. В ходе проверки объекта выявлено 25 замечаний. Основными являются отсутствие подписей представителей строительного контроля и подрядчиков, отсутствие сводной таблицы сварочных стыков, истечение сроков испытаний газопровода на герметичность, отсутствие контрольной топографической съемки, поставленной на учет в архитектуре муниципалитета. Все эти замечания, по мнению специалистов, по сути, говорят о том, что нельзя утверждать, что газопроводная сеть построена с учетом всех необходимых норм и правил и пригодна для эксплуатации. Эксперты говорят, замечания возможно исправить до конца года и пустить, наконец, газ в дома. Как пояснили в администрации района, документы с исправленными замечаниями направят в «Газпром» уже сегодня. Остается надеяться, что объект все-таки примут, и зиму сельчане встретят в теплых домах. Никита Ромаков, Николай Шилко. День с толком. В его квартире тысячи машин. Барнаульский коллекционер Владимир Казаков собирает модели авто более 40 лет. Раньше его коллекция занимала призовые места на выставках моделистов. Сейчас увидеть ее могут друзья и близкие. В день автомобилиста повезло и нашей съемочной группе. В одном вот этом шкафу, по-моему, около двух тысяч. Две тысячи машин. Да. Не квартира, а настоящий музей. Машины здесь буквально повсюду. И это, говорит Владимир, еще не вся коллекция, собирать которую начал в далеких 70-х, будучи подростком. На полках зарубежный и отечественный автопром. Сам очень любит пикапы. Впрочем, у каждой модели своя история. В деталях помнит, как у него появился, к примеру, этот КамАЗ. В понедельник его показали в программе «Время». Я вечером посмотрел. В субботу я уже был в Казани. Я купил там их с рук, выпросил. У девчонок почти сутки я от этого магазина не отходил. Про машины может говорить часами. Кстати, он их не только покупает или обменивает, но и делает сам. Работает в основном ночами, чтобы родных не беспокоить. Даже место себе специально оборудовал. К примеру, мастер-модель. Это вот апельсин. Вот этот апельсин я делал еще в начале 90-х. Он сделан из дерева. Дерево, пластик, металл. В руках Владимира все это может стать моделью авто. Домашние не ругают. Супруга увлечения мужа всячески поддерживает. Отдельный шкаф занят ее любимцами, моделями полицейских авто. И сама порой покупает ему модели, говорит коллекционер, а еще дарит. И не только она. Получается лучший подарок на день рождения. Это модель. Да? Это модель. Признаемся, были удивлены, когда узнали, что модели могут стоить от 100 рублей до десятков тысяч. Но Владимир лишь однажды продал олимпийский раф, чтобы оплатить учебу дочери. Расстались бы когда-нибудь со своей коллекцией? Нет. Никогда. Меня называют, что... Это, говорит, если Казаков попало, то все. Пропало. Я всегда говорю, ребят, вот попадется мне еще одна модель, там получше, там я выберу, вторую, да, я могу с ней расстаться. В свое время Владимир побеждал и занимал призовые места на выставках по моделированию. Последний раз в 2013-м. Жалеет, что сейчас коллекционеры не так активны и многие не готовы появляться с моделями на публике. Стесняются. Владимир своими машинами и своим хобби гордится. Ждет внуков, надеется передать им увлечение автомобилями. Ну а в ближайших планах ремонт в квартире и установка новых стеллажей для коллекции, которые помогут еще выгоднее подчеркнуть красоту и изящество каждого авто. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на нашем канале в Ютубе. Также для вас работает телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Строй Регион». До встречи в эфире. Продолжение следует...